Здравствуйте! Вы на канале 7дач. С вами Татьяна. Сегодня мы займёмся изготовлением новогоднего венка с веточками ели и сосновыми шишками. Итак, для изготовления декоративного новогоднего венка нам понадобится шпагат, термоизоляция для пластиковых труб, нам понадобится 120 см, также нам понадобится водостойкий клей, в данном случае у меня клей Титан, эмаль декоративная, цвета золота, скотч широкий, две декоративные ленты красного и жёлтого цвета, сосновые шишки, веточка ели и мешковина. Для начала нам нужно сделать основание для венка. Оба конца пролоновой трубы нам необходимо соединить и закрепить. Для этого нам понадобится небольшой кусочек трубы ПНД. Сейчас мы его намажем клеем, соединим и обмотаем скотчем. Танец. Танец. Просы. Рецепт. Мерс. 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 Теперь от полотна мешковины отрезаем ленту шириной в 10 сантиметров и длиной приблизительно в 2 метра. Если нет такой длины, можно составить эту ленту из кусочков. После того, как отрезали ленту, один край бахромим. Бахрому делаем приблизительно в полсантиметра. Теперь мы нарезаем шпагат длиной в 40 сантиметров. Нам понадобится приблизительно 15-16 отрезков. А теперь начинаем обматывать наше кольцо из трубы лентой из мешковины, которую мы сделали. При этом бахрома должна быть наружу. Обматывать начинаем с места соединения трубы. И закрепляем нашу обмотку через каждые 10 сантиметров отрезанным шпагатом. Из шпагата делаем вот такие бантики. Итак, наше кольцо готово. Теперь я займусь шишками. Покрашу их в золотой цвет. Но красить я их дома не буду. Покрашу их на улице. Теперь закрепляем веточки ели к нашему венку. Можно сделать с одной веточкой с обеих сторон, но я делаю их попышнее. По две веточки с каждой стороны. Опять так же от основания нашего венка, где была закреплена труба, отсюда мы закрепляем наши веточки. Веточки закрепляем, так же связываем шпагатом. Теперь мы украсим верхнюю часть венка бантами из декоративной ленты. Ленту отрезаем длиной 70 см и делаем банты, чередуя желтым с красным. Вот эту вот часть мы сейчас задекорируем бантами. Вот так мы декорировали верхнюю часть венка декоративной ленты. Теперь нам понадобится лента из мешковины, шириной в 10 см и длиной в 1 м. Эту ленту бахромим со всех сторон, приблизительно в 1 см. Теперь из этой ленты завязываем бант у основания венка. Закрепляем бант у основания шпагатом. Ну вот у нас готовы шишки, они высохли. Теперь мы их приклеиваем к веточкам ели. Итак, клей у нас подсох, шишки у нас держатся, венок готов. Его можно повесить на любую входную дверь. Но это ещё не всё. Этот венок можно украсить различными ёлочными игрушками и мешурой. На этом всё. Подписывайтесь на канал Симдач. Задавайте вопросы в комментариях. Ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok